Вообще, Дениса нельзя оставлять одного с чизкейками, как правило. Что-то свернулось. Надо просто прикрыть вот так глаза. Ну на, бери. Не, ну бери палочками. И сладкого я люблю очень, криптонит. Я сейчас скажу, сколько здесь калорий. Всем привет, друзья, с вами Денис Ким, вы на канале Фудкор. И, как вы видите, сегодня я не один. Сегодня я со своей сестрой Дианой. Она у нас большой эксперт по таким вещам, как токпоки. Поэтому мы едем сейчас с ней в магазин, чтобы закупиться очень вкусными токпоками, которые идут такие в баночках, знаете, запариваются кипятком. И будем пробовать, тестить и, соответственно, расскажем, насколько они вкусные, стоит ли их покупать. В общем, все это вы увидите сейчас в этом видео. Пойдем скорее кушать токпоки. Я взял вот, а Диана набрала счастливая. Потому что токпоки – это любовь. Там, смотри, он в банке кимчи лежит, да? Слушай, да. Пробовал такой? Нет, надо попробовать сколько стоит. 473. Блин. Вот попробовали. Я на рынке смогу купить за 473 кг кимчи. Нет, тебе надо сделать кимчи тоже в красивую баночку. И продавать. С фоткой и продавать. Ставь лайк, если будешь покупать мое кимчи. А еще тут есть пиво со вкусом томьяна. Наверное, очень вкусное. Ставь лайк, если хочешь обзор. Короче, мы закупились. Вот этого всего риса у нас вышло аж на полторы тысячи рублей. Вот Диана у нас большая любительница всех этих рисовых клеток токпоки. Я их тоже люблю, но не ем их так, как она. Она из-за этого, кстати, периодически на диету садится. Вот, собственно, она недавно слезла с нее. Поэтому мы и решили снять это видео. Короче, здесь на полторы тысячи рублей. Надеюсь, сегодняшний контент того стоит. И вот мы наконец приехали домой. Сейчас мы будем пробовать токпоки, которыми мы закупились в этом замечательном магазине. Мы взяли несколько видов. Мне кажется, мы вообще, да, наверное, все виды взяли, которые были. О, да. Просто мы смели всю полку. На нас только поглядывали немножко странно, продавцы и консультанты. Но я думаю, ничего страшного. Я думаю, у них еще есть. В общем, мы сегодня будем пробовать сырные токпоки. Также мы будем пробовать токпоки в черном соусе чаджан, который вы все прекрасно знаете. Так, это у нас... Это у нас традиционные острые токпоки. Мои любимые. Короче, это классика. Токпоки, которые там продаются во всех там кафешках и улицах Сеуа, которые вы можете увидеть в Дорамах. Кстати говоря, вот все время в Дорамах едят только один вид токпоки. Да, самые острые, самые яркие. Так, и последний у нас, он такой розовенький. Да, мы взяли это на десерт. На самом деле, я первый раз увидела в продаже сладкие токпоки. Но почему бы не попробовать? Я скажу так. Здесь, кстати, написано, что это шоколадные токпоки. Выглядят как эти, знаете... Блин, сладкие трубочки такие полосатые. Вафельные, которые еще. Да. Короче, я знаю, что существуют сладкие токпоки. Я их видел неоднократно, но я ни разу не пробовал. Я вообще сам по себе не сладкоежка. Вот это у нас Диана любит всякое сладкое. Ну да. Поэтому она регулярно сидит там на диетах своих. Если вы там на нее подпишитесь, я сейчас где-нибудь вот здесь вот где-нибудь там... Ну, короче, где-нибудь вылезет сейчас ее ник. Подпишитесь на нее и будете видеть там регулярно всякие истории о том, как она там ест авокадо на завтрак, закусывает это все какими-нибудь там... Чем там обычно? Брокколи всякими вот этими. Хорошо. А потом прихожу к Денису и ем токпоки. Да. Приходит... Кстати говоря, неправда. Она приходит на семейный ужин вот во время своих диет со своей едой. Я тут наготовлю, а она приходит со своей едой. Ладно. Мы отвлеклись немножко. Следующее, что мы взяли, это вот эти вот два вида это так называемые храпоки. Это когда рамен смешивают с токпоки. Я не знаю, как родилось это блюдо. Мне кажется, наверное, кто-то нечаянно уронил, да, наверное, в рамен. Но вообще, на самом деле, в Корее существует такая, так скажем, уже пищевая традиция добавлять в разные блюда токи. Ну, вот эти рисовые клетки. И, естественно, рамен не стал исключением. Мы взяли два вкуса. Я, так как очень люблю кимчи, ну, наверное, любой кореец любит кимчи. Я взял себе кимчи рапоки. А я себе взяла hot and spicy рапоки. Ну, естественно, самые острые. Короче, она любит классику. Вообще, Диана очень любит все эти токпоки. Я, собственно, в первый раз попробовал эти токпоки у нее. А потом я, когда поехал в Корею, я понял, что у нее вообще не те токпоки. Ну, что ты считаешь? Да я шучу. На самом деле у нас в Хабаровске в магазинах и во всяких там азиатских лавках вот эти токпоки продаются уже очень давно. И Диана все время их готовила. Потому что в кафе не всегда можно найти вкусные токпоки. И приходится дома изобретать велосипед. В общем, мы сейчас их будем готовить. И, кстати говоря, я вот, например, ни разу не пробовал такие токпоки в стаканчиках. И я, собственно, и думал, что они готовятся легко. Просто заливается горячей водой, накрывается крышкой и ждешь там 3-5 минут. На самом деле нет. Вообще-то здесь нужно взять 30 миллилитров воды, где-то 50, залить в стаканчик, накрыть крышкой и убрать микроволновку где-то на 3 минуты. Так что это полноценная готовка. Понял тебя. Ну, в общем, такая тоже заморочка. Но сам подход, на самом деле, интересный. Говорит о том, что, наверное, это действительно качественный и натуральный бич-пакетом, наверное, это сложно назвать. Потому что эта штука стоит 260 рублей в магазине. Но, в любом случае, я в предвкушении. Диана, он сидит голодная уже. Вообще. Так что пошли готовить. И сейчас вам все расскажем и покажем. Пойдем. Ух ты. И непосредственно ток. А это что у нас? Это, наверное, у нас соус, да? Ну, соус сухой, сублимированный, как и какая-нибудь суповая основа в дошираке. А тут ты что, пакет нюхаешь, что ли? Он ничем не пахнет. И слушай, я очень удивлен, что на самом деле воды надо залить всего лишь 50 миллилитров. 50 миллилитров это сколько там? Три столовые ложки, да? Это вообще очень мало, да. Ну, а при этом здесь внутри есть граница, как, знаешь, рисуют для воды. Угу. Не ошибешься. Вот. Ну, мне кажется, что визуально как будто больше 50 миллилитров. Ладно, сейчас залью и проверим. A few moments later. Так, все готово. Надержи твой hot and spicy. Блин, пахнет здорово очень. Смотри, какой насыщенный красный. Что-то как будто жидковат, да, соус как будто. Я воды ровно налил, сколько там было указано. Слушай, ну у тебя вот больше похоже на… Хотя нет, у меня тоже какой-то жидковатый. Я не знаю, вам видно, не видно, как бы не пролить на стол. Ну, короче, не знаю, давайте поближе. Вот, на мой взгляд, как-то жидковато. Ну, ладно. Блин, я все-таки накапал, ладно. Не беру потом. Давай пробовать ток. Да. Ну, вообще, ощущение такое, что надо было еще подержать. Еще минутку, да? Это действительно hot and spicy? А у меня нет. Как я люблю острые. В Корее как раз-таки зачастую токпоки продаются в стаканчиках. Да. Их насаживают на шпажку, наливают туда соус, кладут туда тебе эту шпажку с токпоки, и ты идешь довольный и кушаешь. Я бы сюда нарезала бы еще сосисок. Давай. Прям чувствуешь кочукару, да? Угу. Здесь такой яркий, насыщенный вкус. Соус, который обычно готовят, в котором обычно готовят токпоки, именно острый, там все чувствуется кочудянчик. Именно кочудян, перцевая паста. А в этом почему-то наоборот чувствуется больше именно обычный перец кочукару. И, кстати, действительно остренько. Ого! Мне после вот этих острых токпоков, вот это тоже кажется острым. Не, оно вообще не острое. Да? Но это очень вкусно. И все-таки я настаиваю на том, чтобы сюда что-нибудь еще нарезать. Короче, написано, что надо 3 минуты в микроволновке подержать. При мощности 700 ватт. У меня стоит 800. Я держал 3 минуты. Но я скажу так, надо подержать еще минуту где-то. Следующие у нас ропоки. И, как вы видите, здесь вот такая вот небольшая... Небольшой такой пакетик с лапшой. Причем лапша какая-то несерьезная, на мой взгляд прям. Ну, потому что тут еще есть клетки. Ну, понятное дело, что здесь клетки самое важное, самое крутое. Но я ожидал, что будет лапша как в каком-нибудь там шинрамене. Ой-ой-ой, горячий, горячий. На. Нет, наоборот. На, забери свой hot and spice. Так, ну, первым делом, я думаю, надо хорошенько перемешать. Ощущение, что лапша не до конца заварилась. Слушайте, ну, на упаковке написано, надо держать 3,5 минуты. Вот это, кстати, главное отличие именно в технологии приготовления от предыдущего, от предыдущих токпоки. Ну, блин, что-то... Может, еще подержим? Она сухая, как будто бы. Может быть, она аль денте. Ну, это же тебе не Италия, это корейский стритпок. Слушай, я вот сейчас перемешиваю, она вроде норм становится. Ладно, давай так попробуем, иначе посмотрим. Ну, дай ей шанс, помешай немножко. Слушай, а ток нормальный? Ой, у меня тут прям кусочки кимчи плавают. Ток нормальный, ток, ну, как будто бы приготовленный полностью. Да. Лапша вкусная, но тонкая, блин. Ааа. Попробуй бульон. Я вот не люблю тонкую лапшу. Бульон? Угу. Ммм, вкусно. Прям ощущаешь, как кимчи тыги, нет? Да. Ну, только такой сладковатый кимчи тыги. Кимчи тыги, он вообще обычно кислый-кислый в Корее. Прям. Ты тут ела, когда было вкусание? Вообще обожаю. Я вот, когда в Корее был, я там постоянно ел этот кимчи тыги. Вообще, на самом деле, кимчи тыги – это самый популярный корейский суп. Я имею ввиду, что в Корее его корейцы едят намного чаще, чем все остальные супы. Вот он там обычно у них кислый очень. Потому что они его готовят из кимчи, который вот там уже, знаешь, лежит там, не знаю, там три месяца. Ну, то есть они делают его на многое время вперед, так скажем. И вот они лежат у них там два-три месяца. И они вот уже прям вот эти остатки, они вот используют для жарки с мясом и приготовления кимчи тыги. Ну, это знаешь, как у нас дома. Залежалось кимчи, что мама делала, начинала его жарить с мясом. Да. Блин, я обожала приходить со школы и чувствовать запах жареного кимчи с мясом. Ой, ребята, очень остро. У меня не сильно. У меня очень. Я уже прям… Блин, вот этот прям уматный. С кимчи рекомендую, прям вам понравится. На, пробуй. А мне дай свою. У меня прям все горит. Нормально у тебя приготовилась лапша, а что ты… Вот лишь бы повредничать. В нашей семье я отвечаю за вредность. Ммм, вкусно. Блин, вот реально вкус кимчи. Это, кстати, редко, когда можно встретить… Слушай, мне не нравится. Это мне не нравится. На вкус как, знаете, этот… Перец… Не перец… Соус чили вот в этих таких, знаете, дешевых пластиковых бутылках. Вот есть ощущение, что это дешевый роутон, в который… Почему я говорю роутон? Потому что именно у роутона вот этих вот маленьких пачках такая вот тоненькая лапша. Как будто залили вот этот вот соус чили дешевый, там, за 300 рублей, который продается. Налили воды, ну, и кинули, естественно, клетки. Все. Вот это вот так ощущается. Вот это намного вкуснее. На самом деле, если бы в первый раз вы попробовали рапоке с кимчи, то все остальные, наверное, упаковки вам бы тоже показались бы недостаточно хорошими. Потому что вот это реально очень вкусно. Вот это вообще невкусно. Не. Не знаю, что ты их валила, мне не нравится. Потому что я их попробовала первым. Вот это действительно вкуснее. Вот. Я знал. Я знал, поэтому я выбрал именно вкус кимчи. В общем, сейчас перейдем к десерту. Я буду пробовать сырный, а она будет пробовать шоколадный. И потом мы поменяемся и посмотрим, насколько они отличаются. Я скажу так. Обычно все, что касается сырного вкуса, вот там, в корейской лапше, например, какого-нибудь быстрого приготовления, там, со вкусом сыра, она всегда невкусная. Не знаю, мне, по крайней мере, не нравится. Потому что натурального вкуса сыра там не чувствуется. Там чувствуется какая-то, наоборот, выпирающая вот эта вот… Тоже химоза. Ну, вот эти ароматизаторы и так далее. Так, вот, держи шоколадные. Я прям чувствую сладкий запах шоколада. Ммм. Ммм. Кстати, сыр неплохо пахнет. Я эти токпоки подержал не три минуты, а три тридцать. Три с половиной, короче, минуты. Потому что первые стаканчики, которые мы держали три минуты, мне кажется, они тогда не особо доготовились. Ты посмотри, какая консистенция. Ух ты. Прям супер шоколад. Ребята, гляньте. Вообще. Это что-то с чем-то. Мне кажется, это очень вкусно. У меня тоже, кстати, консистенция такая прям густого сырного соуса. Слушай, ну у тебя прям вообще бомбезно. Вообще прям, да. У меня уже руки в шоколаде. Короче, пробуем. Ммм. Ток прям идеальный сейчас. Прям доварился. Вот мне бы сейчас чашечку американо. И это реально очень вкусно. Мне нравится. Да? Да, шоколадные вкусные. Пока мы ждали, Диана говорит, мне, наверное, не понравится шоколадный. Сейчас, говорит, вкусно. Блин, ну реально вкусно. Причем здесь, знаете, здесь не такой типа сладкий молочный шоколад. Здесь именно такой немножечко горький шоколад. А я обожаю такой. И это очень вкусно. Ну и потому что, наверное, это рисовые клетки. Было бы странно, если бы я их не улюбила. Это тоже вкусно. Я, кстати, беру свои слова обратно. Знаете, почему я скептически был настроен? Потому что, когда я ел лапшу от компании Самьянг сырную, мне она не понравилась тогда. Вот как раз таки из-за вкуса соуса. А здесь прям очень даже неплохо. Очень вкусно. Блин, ребят, я вот очень рекомендую всем любителям шоколада попробовать вот такой десерт. Действительно очень вкусно. Они прям густые, смотрите. Я не знаю, сейчас попробую крупно показать. Видите, да? Так, ну-ка прикрой лицо, чтобы они спокусировались. Что-то свернулось. Надо просто прикрыть вот так глаза. Вот так это, короче, выглядит. Ой, красиво, красиво. Блин, вкусно. О! Это вообще лучшие топ-поки, из которых мы пробовали. На самом деле, вообще, мы не ожидали ничего от сладкого. Это прям офигенный десерт, друзья. Вау! Не, мне очень сырные нравятся. Я не знаю, почему ты так придято к нему относился. Нет. После вот этого теперь все фигня, короче. Я тебе вот это не отдам, я буду доедать эту. А он, кстати, говорил, что он не любитель сладкого. Ну, конечно, да. Это прям матная штука. Вообще, Дениса нельзя оставлять одного с чизкейками, как правило. Потому что он очень сильно любит чизкейки. Чизкейк – это, как говорится, моя хилесла пита. Чизкейк – это… Чизкейк – это мой криптонит. Блин, очень вкусно. И сладкого я люблю очень криптонит. Криптонит, хотел сказать. И сладкого я очень люблю чизкейки. И теперь, наверное, вот эту вот штуку. Он, когда болеет, он заказывает себе целый чизкейк. Ну, имеется в виду торт-чизкейк. И даже в гости не зовет. Ну, она все время на диете в этот момент. И, кстати, говоришь, ты, типа, нужно чашечку американо. Нифига, здесь нужна чашечка капучино или балате. Не, я люблю американо. Мне кажется, они настолько сладенькие, что вот как раз-таки с черными американо будет очень классно. Давно. Как в детстве прям. Ну, на, бери. Не, ну, бери палочками. Я сейчас скажу, сколько здесь калорий. Я вижу. 275 калорий на 100 грамм. Так, а сколько здесь вообще вес? 72 грамма. Ну, знаете, не особо и супер калорийные. Думаю, можно себе позволить. Вкусно. Вкусно, да. Определенно. Мне кажется, если бы мы купили те большие упаковки, мы бы их тоже съели. Хочешь большие упаковки? Обзор на них. Ставь лайк. Ну, а я бы, кстати, вот это сырное смешала бы еще с очень острыми. Мне кажется, будет вообще супер. Мне кажется, это извращенка. Ну, нарезала бы еще сосисок. В общем, друзья, какие итоги? Мне все очень понравилось. Особенно мне понравились сладкие токпоки со вкусом шоколада. И мне безумно понравились ропоки со вкусом кимчи. Но, если сравнивать их между собой, то я отдам предпочтение именно сладким токпокам со вкусом шоколада. Потому что какие бы вкусные не были ропоки, ну, блин, вот шоколадные они просто бомба. Это очень странно, потому что Денис – это тот человек, который всегда выберет кимчи сладостям. Но, в целом, мне очень понравились сырные токпоки. И я бы, конечно, смешала бы их с классическими острыми. На что Денис скажет, что я извращенка. Но, я уверяю, это будет вкусно. Не знаю. Вот все-таки сырный вкус у этих токпоков, он, на самом деле, неплох. По сравнению с той лапшой, о которой я уже говорил. Но, на фоне шоколадных токпок, я не знаю, это… Ну, это просто… Ну, они просто вне конкуренции. В общем, если будете покупать, то… Ну, и не знаете, какой вкус купить. Вот, я вам советую. Однозначно, на первом месте шоколадные. На втором месте ропоки со вкусом кимчи. Потом что можно? Потом сырные. Ладно, пусть будут сырные. Ну, и на четвертом месте это пускай будут острые. Нет, нет. Слушай, чаджамон тоже были вкусные. Я на четвертое место действительно поставлю со вкусом пасты чаджан. И на пятое, наверное, уже вот эти классические острые. Ну, потому что они не особо там прям чем-то выделяются. Это такой уже для нас, по крайней мере, привычный обыденный вкус. Мы ему особо не удивились. А тут прям открытие, да? Шоколадные самые вкусные. Шоколадные вообще очень вкусные, очень сладкие, густые. И все-таки, ребят, на упаковке написано 3 минуты. Разогревайте, вот как сказал Денис, на сколько ты говоришь? На полминуты примерно больше. Вот, тогда консистенция у них будет идеальная. В общем, надеюсь, видео было полезным. Надеюсь, оно поможет вам выбрать токпоки, когда вы будете в магазине. Если вам видео понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если хотите видеть снова Диану в кадре, то пишите об этом в комментариях. И мы снимем для вас еще один обзор. Обзор чего снимем? На токпоки, которые продаются в пачках. Их нужно уже самим готовить. Да, вот на эти токпоки в больших пачках. И еще мы с Дианой планировали снять обзор на корейское мороженое, которое у нас стало продаваться вообще в больших количествах. Там, знаете, такое мороженое, оно в виде рыбок. Называется пуно-пан. И у этого мороженого есть различные вкусы. Самые прикольные, наверное, которые с такой сладкой фасолевой начинкой. Ну, это классика, да. И еще есть всякие мороженые со вкусом арбуза, дыни и так далее. В общем, мы будем пробовать. Там есть со вкусом милкиса. Ты же вообще обожаешь милкис. Я вообще не могу без милкиса. Друзья, в общем, спасибо, что смотрели. С вами был Денис Ким. С вами была Диана Ким. Всем пока и хорошего настроения. Пока!